МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Правоохранители составили опись всего, что нажил непосильным взяточничеством Николаевский замгубернатора. Об этом мы не только говорим прямо сейчас, но прежде напомню, что сразу после подробностей в эфир выйдет политическое ток-шоу «Черное зеркало». Тем для обсуждения сегодня очень много. Например, от тарифов и денег МВФ до главной мировой новости дня, с которой мы начинаем и наш выпуск. Ведь этот день однозначно войдет в учебники по истории. Великобритания выходит из Евросоюза. С небольшим разрывом на референдуме победили сторонники Брекзита. 58 против... 52, простите, против 48 процентов. И на прямой связи из Лондона с нами наш корреспондент Светлана Чернецкая. Света, приветствую. Скажи, как восприняли результаты референдума сами британцы? Леша, скажу сразу, что результаты удивили даже самих британцев. С трудом верилось в то, что страна решится сделать такой прыжок в неизвестность и подвергнет себя месяцам и даже годам неопределенности. Но это произошло. Эффект сравним с землетрясением. И сейчас надо разбираться с его последствиями. Пока что в стране царит растерянность и шок. Первым сориентировался в ситуации премьер Кэмерон. Уже через час после оглашения официальных результатов он выступил с заявлением об отставке. Хотя раньше уверял, примет любой итог голосования и останется на посту. Он всем сердцем ратовал за Евросоюз и понимает, что проиграл. Поэтому с его стороны полностью оправданно передать вразды правления преемнику. Это будет тот редкий момент в истории Британии, когда не народ на выборах определит следующего премьера, а члены консервативной партии проголосуют за нового лидера партии, который автоматически получит офис на Даунин-стрит-10. О том, кто же станет следующим лидером страны и что ждет Великобританию после исторического решения уйти из Евросемьи, смотрите в моем сюжете. Великобритания проснулась другой. К завтраку жители получили свежую новость. Они покидают Евросоюз. И буквально сразу же их ошарашивает другое сообщение. Страна получит нового лидера. Как только две резиденции на Даунин-стрит-10 открылось, и Кэмерон вышел из нее не сам, как обычно, а с женой, все стало понятно. Он уйдет. В конце речи его голос уже откровенно дрожал, а когда Саманта подала мужу руку, было видно ее глаза, полны слез. Как премьер-министр я сделаю все, чтобы наш корабль крепко держался в последующей неделе и месяце. Но я не думаю, что было бы правильнее с моей стороны оставаться капитаном, который ведет нашу страну до следующего пункта назначения. Для Кэмерона это не простое решение, но единственно правильное. Об отставке он уже предупредил ее величество, навестил королеву в Букингемском дворце. До октября он еще остается у руля страны. За это время правящая консервативная партия должна выбрать ему замену. Кандидатов будет несколько, но без сомнений, самые высокие шансы у лидера компании за выход из ЕС, бывшего мэра Лондона Бориса Джонсона. Его сегодняшняя речь уже звучала как речь лидера страны. Я считаю, что Кэмерон один из самых выдающихся политиков нашего времени. Благодаря его храбрости мы получили возможность провести первый за 43 года референдум по вопросу о Евросоюзе. Британцы решили вернуть контроль над страной, проголосовав за выход из ЕС. До октября развод с Европой будет стоять на паузе. Переговоры по разделу имущества и новым правилам сосуществования запустит уже новый премьер. Пока же надо разобраться с первоочередными угрозами. Эта ночь показала, финансовый рынок был не готов к таким новостям. Фунт стерлингов упал на 10% до минимума 85-го года. Это крупнейшее одномоментное падение национальной валюты за всю историю. И эта пятница стала даже более черной, чем в кризисном 2008-м. Также серьезным вызовом будет целостность самой Великобритании. В Уэльсе и Англии победили сторонники Брекзита. Но вот Северная Ирландия и Шотландия проголосовала за то, чтобы остаться в ЕС. Эти два региона уже стали собираться на выход. Они видят свое будущее в Европе, пусть даже отдельно от Великобритании. Мы четко заявили, не хотим уходить из ЕС. Я сделаю все, что в моих силах, чтобы реализовать стремления жителей Шотландии. Правительство региона уже начинает подготовку необходимого законодательства для проведения референдума по независимости от Великобритании. Лондон, столица королевства, тоже проголосовал за членство в ЕС. В общем, по стране видно, молодые люди Брекзита не хотели. За выход голосовало старшее поколение. Более дисциплинированные участники голосования, в отличие от молодежи, которые не так серьезно относятся к волеизъявлениям. Следующие два года станут самыми неспокойными в современной истории Великобритании. И экономически, и политически. Это будет время сложных переговоров с Европой. Все-таки пройдена 43-летняя история отношений. И заново надо будет определять условия торговли, миграции, передвижения по странам. А это сотни и тысячи новых соглашений и правил. Светлана Чернецкая, Валентин Белич. Подробности. Британское бюро телеканала Интер. Напомню, цену такого решения число желающих выхода Великобритании из ЕС перевесило всего на 4%. Как отреагировали на саму новость в столице Евросоюза? Давайте узнаем у Софии Гордиенко, моя коллега в Брюсселе. С нами на связи. София, рад тебя приветствовать. Скажи, новость из Лондона стала шоком для еврочиновников? Здравствуйте, Алексей. Вообще, честно говоря, сложилось такое впечатление, что европейцы об исходе Британии знали, знали. И даже в последнее время не особо этому препятствовали. Конечно, при всяком удобном случае еврочиновники намекали британцам, мол, с нами вам будет легче и проще. Но вот положа руку на сердце, ведь именно вот эта вся громоздкая структура, вот эта вся неповоротливая бюрократия, и еврочиновники, которых британцы ведь ни разу не выбирали, и которые при этом британцам указывали, как жить, что делать и как себя вести, они отчасти привели к такому плачевному результату. Здесь, в куларах, это тоже понимают. Сегодня очень грустные лица были у лидеров Европы. Они пытались найти какие-то хорошие, правильные слова, и при этом намекнуть, что, мол, неприятность эту мы переживем. Момент этот исторический, но точно не повод для истерии. В последние годы ЕС приходилось нелегко, но я в таких случаях всегда вспоминаю слова моего отца. Он говорил, что не убивает, делает нас сильнее. Мы сожалеем об этом решении. У меня лично оно вызывает грусть. Но мы, конечно же, должны его уважать. Это тяжелый тест для Европы, и в таких условиях она должна показать свою солидарность и силу. Очень воодушевились вообще националисты всех мастей Европы. Они не скрывают радости, поздравляют британцев и надеются, что на их улице, точнее в их странах, вскоре тоже пройдет праздник отделения. Попрошу пройму речь. Британцы продемонстрировали всем европейцам и всему миру блестящий урок демократии. Нидерландские националисты и каталонские уже тоже объявили о своем отделении, вернее о референдуме, конечно же, об отделении. Одни хотят отделиться от Евросоюза, другие же от Испании. Алексей. София, подожди еще минуточку. Вот с реакцией еврочиновников на Брекзит все ясно. А говорят ли чиновники что-то уже о каких-либо планах на будущее, уже без Великобритании? Самый ближайший план на будущее, это хотя бы как минимум встретиться и поговорить. И об этом, и они хотят это сделать уже буквально через два дня. Вторник, среда, здесь в Брюсселе пройдет саммит ЕС. И будут, конечно, говорить о Брексите. То есть о возможном будущем Европы уже без Британии. Но в этом всем есть и позитивная новость. Ведь любой кризис, он приводит или к упадку, или к развитию. Падать особо дальше некуда. Может просто произойти эффект домино, и посыпется ЕС, и все страны отойдут. А вот развитие, и о нем говорят сейчас все. Франсуа Алан сегодня сказал, что если ничего не делать, если не укреплять границы, и если не укреплять ЕС изнутри, то, в принципе, нас ожидает плохое развитие событий. И поэтому, если чиновники европейские наконец-то придут от слов к делам, то все может сложиться, и Евросоюз может стать сильнее и даже лучше. Алексей. Понятно. Спасибо за работу, коллега. Это была София Гордиенко на прямой связи со студией из Брюсселя. Сплотиться и не допустить дальнейшего раскола Европы призывают в Германии, стране, которая, по сути, является локомотивом ЕС. Реакция немецких политиков и бизнеса в материале Татьяны Лагуновой. Удар, испытания, переломный момент для единой Европы. Формулировки разные, но смысл один. Официальный Берлин даже не пытается притворяться. Здесь огорчены решением британцев. Ангела Меркель созвала срочное совещание, чтобы обсудить результаты референдума. На него приглашены лидеры ключевых партий и министры. Канцлер также выступила с коротким заявлением. Здесь не о чем говорить. Сегодняшний день стал переломным для Европы, для европейского процесса объединения. Какими будут его последствия в ближайшие дни, месяцы и годы, зависит от того, сможем ли мы, остальные 27 стран-членов ЕС, не делать скоропалительных и простых выводов из этого референдума. От того, будем ли мы в состоянии спокойно и рассудительно все проанализировать и принять правильное решение. Искать правильное решение Меркель начнет в понедельник. Она пригласила в Берлин президента Франции Оланда, итальянского премьера Ренца и председателя Европейского совета Туска. А вот шеф немецкой дипломатии Франк-Вальтер Штайнмайер решил не ждать начала новой рабочей недели. Уже завтра в Берлине он проведет переговоры с министрами иностранных дел, стран-основателей Евросоюза. Сейчас Европа должна сплотиться. Нельзя впадать в истерику или шоковое состояние. Больше всего немецкие политики опасаются эффекта домино, что британский премьер окажется заразительным, и подобные референдумы станут проводить и в других странах. Немецкий бизнес переживает за убытки для экономики. Как-никак ежегодно Германия экспортирует на британский рынок товары на сумму 90 миллиардов евро. Сегодня фунт упал на 10-12 процентов. То есть немецкие товары, которые экспортировались в Великобританию, за ночь стали на 10-12 процентов дороже. И британцы теперь еще должны позволить себе их купить. Лихорадит и фондовые рынки. Немецкий DAX, например, буквально рухнул аж на 10 процентов. Это самый низкий показатель фондового индекса Германии за последние 8 лет. Татьяна Лугнова, Вячеслав Фролов. Подробности немецкое. Бюро телеканала Интер. Брекзит позволит Испании утвердить свои права на Гибралтар. Об этом заявил министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Гарсия Маргалья. Мадрид настаивает, что вопрос принадлежности полуострова теперь станет предметом переговоров исключительно между Великобританией и Испанией, а не в рамках Европейского Союза. Напомню, страны не могут поделить Гибралтар уже более 300 лет. На вчерашнем референдуме 96 процентов жителей Гибралтара проголосовали за то, чтобы остаться в Европейском Союзе. Это поворот, который открывает новые перспективы. Возвращение флага Испании в Гибралтар приблизилось. Мы должны попытаться использовать эту ситуацию, чтобы получить максимум возможного. В руководстве США огорчены результатами референдума Великобритании. Как на выход страны из Евросоюза отреагировали американские политики? И что об этом думают в Кремле? Тихон Зятко подробнее. США изначально были против выхода Великобритании из ЕС. Президент Барак Обама в ходе недавнего визита в Лондон призывал британцев проголосовать за то, чтобы остаться в Евросоюзе. Это, как видно, не помогло. Теперь вице-президент США Джо Байден говорит, что Белый дом предпочел бы другой итог референдума. Вашингтон имеет давние дружеские отношения с Лондоном, но мы полностью уважаем то решение, которое приняла страна, заявил Байден. Обама же планирует в ближайшее время обсудить результаты с британским премьером Кэмероном. Он выпустил заявление, в котором говорится, США останутся партнерами и с ЕС, и с Великобританией. С этим другие эмоции у Дональда Трампа, бизнесмена, фактического кандидата в президенты от республиканской партии. Он как раз находится в Шотландии и всячески приветствует выбор британцев. Люди хотят вернуть свою страну назад. Они хотят настоящую независимость. И мне кажется, что подобное в Европе будет продолжаться. А еще я вижу параллели с США. Люди хотят вернуть назад свои границы. Оппонент Трампа в борьбе за Белый дом Хилари Клинтон результаты референдума пока не прокомментировала. Ее, похоже, гораздо больше интересует гонка за Белый дом. Впрочем, позиция Клинтон известна. Она, как и Обама, призывала британцев остаться в Евросемье. Ну а по другую сторону Атлантики в Москве результатами британского референдума явно удовлетворены. В Кремле рассчитывают, что теперь начнется улучшение отношений между Москвой и Лондоном. Мы надеемся, что в новых реалиях понимание необходимости выстраивания добрых отношений возобладает, подчеркнул пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Впрочем, его шеф, президент Путин, заявил, что не ожидает изменения санкционной политики Евросоюза из-за выхода в Великобританию. И добавил, что Россия никаким образом на результат референдума не влияла. Тихон Зитко, Сергей Еременко. Подробности. Американское бюро телеканала Интер. В парламентской ассамблее Совета Европы заявили об общих ценностях с Россией и начале движения навстречу. Бюро Пассе приняло декларацию, в которой говорится, что неучастие российских представителей в работе ассамблеи ограничивает ее возможности. Пассе апеллирует к общим ценностям и заявляет, что должна держать открытыми каналы связи с российским парламентом и изучить все возможности для диалога. Президент Пассе Педро Аграмонт декларацию поддержал. Напомню, российские делегаты не принимают участие в работе ассамблеи уже два года. Какие уроки должна вынести из Брекзита Украина? Что нужно сделать Киеву, чтобы сохранить поддержку Евросоюза, которому проблем своих только добавилось? Не забудут ли в Брюсселе о безвизовом режиме для Украины? Это одна из тем черного зеркала. Эфир 21.00. Кстати, многие аналитики уже успели напугать крайне мрачными прогнозами результатов Брекзита для Украины. Стращают переносом безвизового режима, приостановлением европейской интеграции и даже падением курса гривни. На самом ли деле все так плохо? Разбирался Алексей Пшемыцкий. Еще ранним утром на результаты британского референдума отреагировал президент Петр Порошенко. На своей странице в сети Facebook он процитировал известные строчки Павла Тычины, написав «Шкода, алы нам своеру быть». Глава государства заявил, что это вызов для всего Европейского Союза и призвал не дать ни единого шанса оппонентам евроинтеграции и их спонсорам. Отметил, рассчитывает на продление санкций против России. О том, кому в первую очередь выгоден Брекзит, сказала и нардеп Ирина Герасченко. По ее мнению, последствия референдума в первую очередь могут затронуть безвизовый режим для Украины. Очевидно, что все это играет на руку Москвы и Кремль будет аплодировать сегодняшним решениям о выходе Британии. Миграционная криза, эти все факторы, они сопротивляют тому, что вопрос на день Украины безвизового режима, оно, по сути, накладается на все внутренние проблемы Европейского Союза. Но вот министр иностранных дел Павел Клинкин еврооптимизм не теряет. Уверен, украинской евроинтеграции это ничем не грозит. Я считаю, что в таком перспективе влияние на важные для нас вещи не будет. Конечно, это может на месяц отказать дискуссии о безвизовом режиме. Поддержка реформ, имплементация угодов по асоциации, конечно, безвизовый режим. Для них, конечно, нет грозы. Но протягом следующих лет, увага Евросоюза будет отвлекаться на этот очень сложный переговорный процесс. Британский референдум может повлиять на Украину и экономически уверены аналитики. В частности, известный финансист Эрик Найман у себя на Фейсбуке написал, что вслед за обвалившимся фунтом и польским злодым может пострадать и гривна. Спрогнозировав, что уже сегодня курс доллара подскочит до 25. Но прогноз не оправдался. К вечеру на бешбанковском рынке курс практически не изменился, остановившись на отметке 24 гривны 85 копеек за доллар. А в Нацбанке подобные слухи и вовсе назвали преувеличенными, заявив, что на гривну британский референдум не повлияет никак. Так или иначе, большинство аналитиков сходятся в одном. И Европе, и Украине с решением британцев все же придется считаться. Выход Соединенного Королевства из ЕС, если состоится, то займет не один год. И о серьезных последствиях пока что говорить рано. Алексей Пшемыски, Екатерина Лысенко, Иван Ермаков. Подробности телеканал Интер. Решение британцев выйти из Евросоюза не повлияет на стремление украинцев двигаться в Европу. С такого заявления премьер Владимир Гройсман начал заседание правительства и продолжил. Хотя сегодня и не лучший день в истории Евросоюза, он все же верит, что ЕС останется единым. Мы воспринимаем эти результаты с большой повагой к гражданам Великобритании. Но я все же верю в то, что Европейский Союз сохранит свою единство за счет единства европейских народов. Мы с вами выстраждали наш европейский выбор. Платим за него надзвучайно высокую цену. Поэтому я глубоко верю в то, что именно эти ценности и дальше будут нас объединять. И я уверен в том, что Украина и дальше будет бороться за единую, сильную Европу. Говорили же на заседании Кабмина сегодня в основном о ремонте дорог. Идет он пока в 17 областях. Но самый масштабный ремонт ожидается в следующем году, заверил премьер. Для этого, кроме бюджетных средств, собираются привлечь также миллиарды долларов из всемирного и европейского инвестиционного банков. Не оставил без внимания глава правительства и новую формулу, по которой с марта высчитывается цена на уголь. Зависит она от стоимости угля в Роттердамском порту и его доставки в Украину. Из-за этого украинские ТЭС уже повысили отпускную цену на электроэнергию на 20%. В этой формуле формирование цены на уголь, есть много независимых. Я вчера был разговор с президентом на эту тему. Мы говорили с ним. Президент стурбованный этим вопросом тоже. Нам нужно разобраться, как формуется цена на уголь, почему изначена формула Роттердам плюс, и какой выход есть в этой ситуации. И сделать это нужно терминово. Я вам даю неделю. Признать очередное повышение цены на газ незаконным требует оппозиционный блок. Соответствующий иск окружной административный суд Киева рассмотрит уже в воскресенье, 26 июля. По мнению члена фракции, постановление Кабмина о повышении тарифов на голубое топливо непрозрачно и экономически не обосновано. Многие украинцы сегодня не в состоянии платить за газ по таким ценам, считают оппозиционеры. За последние два года цена на газ для населения выросла в 8,2 раза. А доходы людей увеличили всего лишь на 10-13%. И здесь субсидии не помогают, потому что наше правительство заложило на этот год всего лишь 35 миллиардов гривен на субсидии. А при этой цене Международный валютный фонд отмечает, что на субсидии необходимо направить 95 миллиардов гривен. Где взять эти недостающие деньги? Если тарифы ударили по вашему бюджету, уверен, вам будет интересно посмотреть сегодняшний выпуск «Черного зеркала». Поговорим и о том, есть ли шанс отменить их через суд и об экономической обоснованности новых платежек. Спросим у гостей программы, стоит ли ждать новых подорожаний в ближайшее время. Не пропустите эфир ток-шоу сразу после подробностей. Генпрокуратура задержала еще четырех бывших беркутовцев, которых подозревают в убийствах на Майдане. Как оказалось, сейчас они сотрудники нацполиции. Следователи ГПО обвиняют их в совершении ряда тяжких преступлений по предварительному сговору группой лиц зимой 2014 года в центре Киева. Им уже вручили подозрения и дали каждому по два месяца в СИЗО без права внесения залога. Все четверо подозреваемых из Харьковской области. Их дома обыскали. Нашли оружие и боеприпасы. Вместо двух с половиной миллионов почти два миллиарда гривен. Сумму залогов для двоих фигурантов громкого газового дела сегодня потребовали увеличить прокуроры. Как отреагировал суд и почему уже завтра подозреваемые могут выйти на свободу, расскажет Ярослав Кречко. На скамье подсудимых Олег Рябошапка жалуется на здоровье, а три адвоката требуют заседание отложить из-за отсутствия четвертого. Суд соглашается, а защита просит в следующий раз Рябошапка из СИЗО не привозить. У него паркинсонизм и возможен приступ. В режиме видеоконференции уже сегодня проходит заседание в деле второго подозреваемого Валерия Постного. Он в больнице, рядом два адвоката. Постану здоровья, вы не сможете ответить на ваши вопросы? Суду будет вопрос, там хоть лекарь рядом с ним есть или нет? Или только одни защитники? Нема лекарь, в вашу честь. Как же вы контролируете состояние оборудования? Они сейчас надают дополнительным другим. Адвокаты ссылаются на справку врачей и вновь просят заседание отложить. Прокуроры против. Суд и это заседание переносит на 29 лет. 9 июня прокуроры настаивают, для Постного и Рябошапка будут требовать увеличения залогов почти до 2 миллиардов гривен. Для восьми других фигурантов дела о продаже государственного газа по заниженным ценам общая сумма залогов уже составляет свыше миллиарда гривен. Самая часть злочинной группы, которая оборудована Рябошапкой, совершила перевод незаконно отриманных злочинных денег в готівку и таким образом легализировала их. Инший співучастник схемы – это особа правая рука одного из народных депутатов, который, по сути, был один из инициаторов этих схем. Мы считаем, что мы доведем его невиноватность. Мы все с вами стали очевидцами, очевидцами продолжения катувань. Вы видели, что людина не может принимать участь, но она насильно была под видеокамерой в лекарні швидкої допомоги присунута. О пытках в отношении Валерия Постного говорит и нардеп Александр Онищенко, мол, его принуждают к даче показаний против депутата. Интересно, что и Постный, и Рябошапка, несмотря на внесение залогов, находятся под стражей. Задержали их по другому эпизоду газового дела сразу после выхода из СИЗО. Избрать меру пресечения по второму задержанию должны до завтрашнего вечера, иначе обязаны отпустить. Ярослав Кречко, Владимир Самченко. Подробности – телеканал «Интер». Сокровище Романчука. В реестре судебных решений появился полный список вещей, изъятых в кабинете и дома у Николая Романчука. Первого заместителя главы Николаевской облгосадминистрации, который попался на взятки 90 тысяч долларов. Список изъятого поместился аж на 9 листов печатного текста. В нем финансовые отчеты, перечень квитанций с крупными суммами денег, изъяли у чиновника и целый арсенал оружия. Автомат Калашникова, две полные обоймы к нему, два пистолета, пять винтовок. В сейфах, которые были спрятаны в подземных тоннелях, нашли около сотни золотых изделий. Это украшения, монеты и слитки, самый тяжелый – 250 граммов чистого золота. Также в списке серебряные монеты, иконы и антикварные книги. И валюта – около 300 тысяч долларов. Напомню, самого Романчука на днях выпустили из одесского СИЗО, за него внесли залог 5,5 миллионов гривен. В одесских интернет-СМИ появилась информация о том, что крупного бизнесмена, главу компании Инкор, задержали и везут в Киев, где суд определит ему меру пресечения. А обвиняется он якобы в причастности к расхищению бюджетных средств при строительстве нового здания Генпрокуратуры. В пресс-службе строительной компании Инкор сообщили, что данная информация носит провокационный характер, а Руслан Тарпан находится в зарубежной командировке. На сайте компании появилось заявление самого бизнесмена, в котором он сообщает, что сейчас в Ираке, и на днях планирует вернуться в Одессу. В областной прокуратуре информацию не подтвердили и направили нас в Генпрокуратуру. Но там сообщили, задержанного с такой фамилией у них нет. Есть лишь один задержанный одессит Борис Круг. Это сын бывшего нардепа Юрия Круга. Ему объявлено о подозрении в ряде преступлений по так называемому делу пшенки. В том числе инкриминирует и отмывание преступных доходов. Сегодня Печерский суд Киева избрал Борису Кругу меру пресечения. Два месяца ареста или залог в 30 миллионов гривен. Измаильский синдром. Вот уже неделю маленький городок на юге Одесской области борется с кишечной инфекцией, но число заразившихся все равно продолжает расти. Каким видят власти выход из этой ситуации? И все последние новости из Измаила в репортаже Андрея Анастасова. Начиная с прошлой пятницы заболели уже 635 жителей Измаила. Примерно треть из них и сейчас на больничных койках. У некоторых симптомы инфекции проявились через несколько дней. Школьницу Леру скорая госпитализировала вчера вечером. Я выпила в воскресенье воду и после этого я началась. А вода была сырая? Да. А из каоткуда? Из водопроводной или водколодец? Из водопровода. Сейчас самый больной вопрос в Измаиле, как очистить водопровод. Там по-прежнему находятся опасные нора и ротовирусы. Власти решили обеззаразить коммуникации, а также артезианские скважины, из которых качают воду специальным веществом, диоксидом хлора. Часть препарата уже закупили. Сегодня начнется первая пробная дезинфекция. Жители предупредили, из кранов может потечь вода темного цвета. Препарат вступает с биологическим илом. И потом в течение, когда мы откроем воду, люди просто не смогут ее пить, потому что использовать, потому что она будет грязно идти. Пока же люди вынуждены использовать бутылированную воду. Правда, покупать ее в необходимом количестве могут не все. Оппозиционный блок привез в Измаил уже 8 тонн такой воды. Бутылки раздают прямо на улицах, в палатках. А в больнице оппозиционеры доставили недостающие медикаменты. Врачи жалуются, катастрофически не хватает рабочих рук, в первую очередь санитарок. Очень устал мой персонал. Мы уже буквально сваливаемся с ног. Я 7 сутки на ногах. Но, собственно, за мои 22 года такое испытание впервые. Сегодня оппозиционный блок инициировал проведение внеочередной сессии облсовета для того, чтобы можно было перераспределить на нужды Измаила часть бюджета развития региона. К слову, в этом году Измаил уже получил из этих фондов около 60 миллионов гривен, но направили их на благоустройство города. Хотя оппозиционеры предупреждали, нужно ремонтировать водоканал. Не сделано ничего для жизнеобеспечения города. И сегодняшняя ситуация лишний раз доказывает, что город оказался не готов к природным катаклизмам. И сейчас необходимо срочно, наверное, и сессию областного совета собрать для того, чтобы в экстренном порядке перераспределить средства на то, что действительно нужно Измаилу. Необходимо сегодня объединить все усилия. Нужны врачи-волонтеры, мы готовы привлекать врачей-волонтеров. Но здесь не должно быть самодеятельности. Должна быть центральная, понятная система работы. Перед Измаильской мэрией сегодня прошел митинг. Возмущенные жители уверены, что чиновники могли предотвратить эпидемию. Андрей Анастасов, Игорь Михоношин. Подробности телеканала Интер. Одесская область. Спасатели Львовской области продолжат поиски пропавшего на Грибовицком полигоне коммунальщика в технических водоемах с жидкими отходами. Они примыкают к свалке. До этого уже проверили мусор на полигоне. Под завалами тела не нашли. Теперь для поисков используют спецтехнику, с помощью которой спасатели обследуют дно водоемов. А жители Львова продолжают жаловаться на переполненные мусорные баки. Несмотря на то, что в мэрии отрапортовали, что решили проблему с вывозом отходов, фактически баки опорожняют раз в несколько дней. Местные активисты заявляют, городской голова Андрей Садовый должен нести персональную ответственность как за гибель людей, так и за мусорный коллапс. Если бы Андрей Иванович, который 10 лет, никак не мог сделать, скажем, из этого смертезвалища хотя бы что-то подобное до Европы, то и сбудовать хотя бы какие-то сортовальные линии и какие-то переробные заводы, то, возможно, не возможно, то и трагедии бы не было. Двери власти на замок. Мэри сразу нескольких городов Украины решили закрыть проход для горожан в здания муниципалитетов. Самое радикальное настроение в Николаевской мэрии. Как будут не пущать, Кирилл Ющишин расскажет. Чиновники, которые по Конституции должны работать на благо людей, торопятся от них же поплотнее закрыться и ограждают свои рабочие места турникетами, рамками, охраной. Корреспондент одного из Николаевских изданий после сессии городского совета зашла в кабинет отдела кадров, чтобы навести справки для публикации. И вот что произошло. Что вы делаете? Вы не имеете права меня выгонять. Вы не имеете права меня выгонять. Она начала очень агрессивно обращаться ко мне с требованиями прекратить записывать, потому что это якобы закрытое, секретное, как она сказала, помещение. Схватила меня за руку, силой вытолкалась из кабинета. Сразу после этого инцидента заведующая отдела кадров ушла в отпуск. Реакции от руководства города никакой не последовало. А сам мэр предложил проход в здании исполкома и городского совета сделать по электронным пропускам. Для свободного доступа оставить только первый этаж, чтобы горожане не шастали по кабинетам, а то ходят, мешают, взятки носят, считает Александр Сенкевич. Я считаю, что должен быть центр на дня административных послуг, должен быть место, где горожане могут общаться с властью, должен быть бэк-офис. То есть место, где работают с документами, это не вопрос какой-то закрытости, это вопрос действительно борьбы с коррупцией. Поможет ли такая система побороть коррупцию, вопрос очень спорный, говорят эксперты, ведь ее корень кроется в низких зарплатах и высоком соблазне получить деньги на лапу. Это вполне рабочий инструмент. Да, есть место, где чиновники сидят, спокойно работают и их не отвлекают. Есть место, где гражданин полностью получает все услуги. В наших же реалиях, скорее всего, будет трудновато. Но если в Николаеве о закрытии муниципалитета пока только одни разговоры, то, например, в Полтаве уже разработали проектную документацию перестройки. Скандально известный мэр Полтавы Александр Мамай пожелал установить на входе в крыло, где находится его рабочий кабинет, бронированные стеклянные двери. Открываться они должны только с помощью специальной магнитной карты. Такая мысль у Мамая появилась сразу же после того, как его обвинили в попытке дать взятку судье. Но идея не прошла. Здание Полтавской мэрии – памятник архитектуры. Проект перепланировки вынесли на обсуждение специальной комиссии. После горячих дебатов там отказались поддержать такое недемократичное желание мэра. В нарушении АЗО в демократии теперь упрекают и львовского городоначальника. Там беспрецедентная охрана здания городской ратуши спровоцировала столкновение между активистами и нацполицией. 9 июня активисты, которые требовали отставки с одного, с боями прорывались на сессию городского совета. В ход ушли кулаки, яйца и слезоточивый газ. Потом Садовый неудачно попытался оправдаться. Мол, нацгвардию для охраны мэрии выделили по поручению президента. Но тогда глава МВД рассказал, Садовый сам звонил и писал ему, сообщая, что львовская полиция не справляется с митингующими. На следующий день после скандальной сессии охрану убрали и теперь в ратушу опять вводят экскурсии туристов. Надолго ли вход будет свободным и для всех ли предсказать сложно. Кирилл Ющишин, Богдан Иванов, подробности, телеканал Интер. Спикер Андрей Порубий не выдает подписные листы для сбора подписей за его отставку. Об этом заявил нардеп-оппозиционер Вадим Рабинович. По его словам, подписи за отставку спикера решили собирать после высказывания Порубия о жителях восточных регионов. Напомню, глава Верховной Рады в своем выступлении дал понять, что мнение жителей Востока Украины в вопросе декоммунизации можно не учитывать. Не может человек оскорблять половину Украины, большую, скажем. Но как можно сказать людям, что вы люди второго сорта? Так вот я от имени этих людей, которых они называют второго сорта, говорю вам, что я добьюсь того, чтобы вот эта вот чехарда закончилась. Я получу подписные листы, мы получим голоса, мы обязательно закончим эту историю. Я вам покажу дальше, кто подписал. Но я абсолютно уверен, что депутаты, которых в парламенте очень много с этих областей, не позволят себе такую смелость, чтобы не обратить внимания на как оскорбляют их избирателей. Продолжаем подробности. И вот некоторые темы второй части выпуска. Гангстерский Киев. Кто устроил ночную перестрелку в столице? Гаражный арсенал. Как житель Запорожья собрал боеприпасов на целую роту? Для привлечения к уголовной ответственности лидера парламентской фракции оппозиционного блока Юрия Бойко доказательств нет, заявил генпрокурор Юрий Луценко в интервью изданию «Высокий замок». И опроверг заявление нардепа от блока Петра Порошенко Сергея Лещенко о том, что во времена предыдущего генпрокурора Виктора Шокина в его сейфе лежало представление на снятие с Бойко депутатской неприкосновенности. Ни один депутат не должен влиять на следствие. Я не бюро заказов. Посади мне Бойко. Пока нет для этого достаточных доказательств. Но следствие работает. У меня на столе стоит тюремная кружка. Она напоминает мне, что по беспределу никого судить нельзя. Вину надо доказать. Демобилизация пятой волны и новый набор в ряды военно-воздушных сил Украины. Об этом говорил сегодня президент во время визита в Харьковскую область и зону АТО. В Харьковском университете воздушных сил Петр Порошенко принимал выпуск летчиков, которые уже через несколько дней пополнят ряды ВСУ. Как это было, видела Светлана Шекера. В ожидании высоких гостей военный аэродром в Чугуеве оккупировали дети. Сегодня можно и в танке посидеть, и шлем примерить. Чтобы вручать дипломы, к сегодняшним выпускникам приехал не только министр обороны, но и президент. Витаю военев! Новоиспеченным летчикам Петр Порошенко обещает, летать будет на чем. Государство выделило 2,5 миллиарда гривен на ремонт и модернизацию 35 самолетов и 15 вертолетов. Президент сообщает хорошую новость и для тех, кто сейчас воюет. Сегодня будет подписан еще один важный документ. Указ, что до освободления против червя-липня военнослужащих, призванных на военнослужбу прошлого года, под час проведения пятой черги мобилизации. До своих родин повернутся близко 17 тысяч военнослужащих. Бывший курсант, а теперь уже летчик тактической авиации Алексей Месь получил из рук президента золотую медаль. Говорит, хоть сейчас за штурвал. За время летной практики освоил управление тремя самолетами. Позади 50 часов в небе за штурвалом. Очень большая практика, иногда даже втомляющая. Тем более, великий налет для летчиков тактической авиации, когда полет может длится 20-25 минут. Последний курсантский ритуал перед началом взрослой жизни. Кто первый поздравит новоиспеченного лейтенанта, может забрать себе из кармана летчика купюру. Уже завтра летчики разъедутся по своим частям и сразу приступят к службе. А президент из Чугуева отправился в зону АТО и там выполнил свое обещание. Подписал указ о демобилизации. Прямо на передовых позициях в селе Водяное, в двух километрах от Донецкого аэропорта. Все будет хорошо. Песков встречу тоже прокомментировал. По его словам, это была сверка часов. Я напомню, переговоры Нуланд и Суркова прошли накануне нормандского формата. Десятки гранатометов, сотни гранат и тысячи патронов. Все это хранилось в одном из гаражей густонаселенного жилого массива Запорожья. Кто же этот оружейный барон и зачем он хранил столь огромный арсенал оружия, выяснял Сергей Борзюжа. Оружие из частного гаража полиция выносила почти целый день. Объемы поразили даже бувалых сыщиков. Общуки еще продолжаются, но уже вылучено 38 гранатометов разных модификаций, ручный пехотный вогнемет, кулемет, 111 ручных гранат разных типов, 5 мин направленной дии, 74 тротиловые шашки, а также почти два десятка ящиков с автоматическими набоями. На сайте областной прокуратуры сообщили, оружие нашли в гараже местной самообороны. И все это в рамках расследования уголовного производства по делу так называемой банды ювелиров. Напомню, преступники, которые несколько лет грабили банки и ювелирные магазины, были задержаны с поличным в конце мая. Я очень хочу подчеркнуть профессионализм сотрудников. Нет ни раненых, ни погибших, ни с одной, ни с другой стороны. Позже в прессу просочилась информация, что гараж, в котором нашли арсенал, принадлежит активисту Народной самообороны Запорожья Григорию Зимовцу. И якобы его подозревают в поставке оружия, задержанной ранее в банде ювелиров. В самой самообороне не скрывают, такой человек в их рядах был. Но расстались с ним еще осенью 2014 года, когда заподозрили в финансовых махинациях. Более полтора года, ну лично я, например, его как минимум полтора года не видел. Никогда с ним контакты не поддерживал после этого. Потому что, ну, человек так поступил, с целой организацией, соответственно, общаться с ним не было ни малейшего интереса. Зимовец сейчас задержан. На этих фотографиях и с фейсбука он среди десантников. Известно, что когда началась АТО, некогда бывший начальник отдела спортивной и оборонно-массовой работы горкома комсомола Запорожья стал ездить на Донбасс. Доставлял туда гуманитарную помощь. Не исключено, помощь была небескорыстной. Обратно вывозил оружие. Впрочем, это должно выяснить следствие. Сергей Бордюжа, Игорь Воробей, подробности, телеканал Интер, Запорожье. СБУ задержало преступную группировку, которая печатала фальшивые загранпаспорта. Во время обыска в подпольном офисе правоохранители обнаружили принтеры и другую оргтехнику, с помощью которой изготавливали документы, дающие право на пересечение границы. Нашли также 50 готовых поддельных паспортов. Открыто уголовное производство. Грозит преступникам от 3 до 7 лет тюрьмы. Утренний коллапс. В час пик столица застыла в километровых пробках из-за сноса мафов. На проспекте Победы в районе станции метро Святошина транспорт стоял в обе стороны дороги из-за того, что возмущенные торговцы перекрыли проезжую часть. Очевидцы происходящего сообщили, в 7 утра приехали люди в масках и за час все снесли. Никто об этом предпринимателей не предупредил. Соответственно, весь товар был внутри. Чтобы узнать, кто были эти люди и законно ли сносить киоски вот таким вот образом, мы отправили запрос в департамент благоустройства Киева. Ждем ответа. Ночные бизнес-разборки в столице закончились перестрелкой. В Святошинском районе два предпринимателя не поделили территорию. Подробнее Алла Матюшок. Один получил пулю в шею, другой в бедро. Так закончилась ночная бизнес-разборка в Киеве. Неизвестные подъехали к СТО в Святошинском районе, штурмовали охрану, после чего открыли огонь. Оказалось, предприниматели не могут поделить несколько гектаров столичной земли. Их фирмы зарегистрированы по одному и тому же адресу. Идет война за право собственности. Конфликт выник между двумя группами людей. Между человеками, которые перебывали на территории, и теми, которые приехали туда колькома автомобилями. На месте подъя полиция вылечила зарегистрированный мисливский карабин, а также пристрель для отстрела гумовыми кулями. Раненых забрала скорая. А вот нападавшие до приезда полиции скрылись. Один из пострадавших чудом выжил. Пуля задела сонную артерию. Потерпелый был доставлен в край важном состоянии с вагнепальным поранением шеи, с урожением загальной сонной и вертебральной артерии справа. Удалось сделать пластиковую артерию и спасать жизнь. Этот потерпевший уже в сознании его допросил следователь, как и другого раненого. Правда, детали в полиции пока не разглашают. Там открыли уголовное производство по статье «Покушение на убийство». Также в полиции объявили план перехвата. Разыскивают серый БМВ, который был замечен местными жителями. Через дорогу от СТО «Жилой квартал» и очевидцы в соцсетях пишут, что видели. Правда, патрульные экипажи ни о каком плане перехвата не слышали. Мы заступили в 11-й час, приняли измену про план перехвата ничего. Я вам никакой информации о том, что сейчас надать не могу. А может, нападавших уже удалось задержать? Если так, будет интересно узнать, кто их нанял и кто воюет за территорию. Пока это выяснить не удалось. Сама станция техобслуживания сегодня открылась и работает в обычном режиме. Алла Матюшук, Никита Исайко и Алексей Шматов. Подробности – телеканал «Интер». Американский робот, который приносит выпивку. Ногой флешмоб в белорусских офисах и аттракцион на вершине небоскреба. Об этом и не только в нашем обзоре. В США на аукционе продадут личные вещи знаменитого гангстера Джеймса Уайти Балджера. Мафиози четверть века руководил преступным миром Бостона. На его совести смерть 11 человек. 16 лет гангстер скрывался от ФБР. А три года назад суд приговорил его к двум пожизненным срокам. Об истории бостонского мафиози в Голливуде сняли фильм «Черная месса». Главную роль сыграл Джонни Депп. Вырученные на аукционе деньги передадут жертвам преступника. Мыть посуду и приносить выпивку научили роботов США. Внешне машина похожа на собаку и может выполнять разные команды. Как послушное животное давать лапу и сидеть. Впрочем, робот неплохо справляется и с более сложными задачами. Вместо головы у машины манипулятор. Опираясь на него, стальная собака легко подымается после падений. Белорусы устроили обнаженный флешмоб в соцсетях после призыва Лукашенко раздеваться и работать. Совет президент дал своим гражданам накануне на официальном мероприятии. И, скорее всего, имел в виду развиваться и работать. Но молодежь невнятно сказанные слова главы государства воспринялась юмором. В сети начали выкладывать снимки на рабочем месте в обнаженном виде. 14-метровая прозрачная горка появилась в Лос-Анджелесе. Расположена она на внешней стене самого высокого небоскреба на 70-м этаже. Это 305 метров. По горке любители экстрима могут спуститься на этаж ниже. Толщина стекла более 3 сантиметров. По словам владельцев, конструкция выдержит и ураган, и землетрясение. Откроется экстремальный аттракцион уже завтра. 172 килограмма на двоих сбросила австралийская пара после свадьбы. Супруги познакомились в интернете и оба страдали от ожирения. Поженившись, сделали операцию по шунтированию желудков и сели на жесткую диету. Через год молодожены уменьшились почти вдвое. Теперь в интернете собирают деньги на совместное удаление излишков кожи. Самая некрасивая собака в мире. В Калифорнии проходит конкурс уродливых домашних питомцев. Его цель подчеркнуть, что внешние несовершенства не должны влиять на любовь к животным. В доказательство владелец самой страшной собаки за свою любовь к ней получит полторы тысячи долларов. В прошлом году титул достался 10-летнему псу с врожденными дефектами позвоночника. Имя нового главного тренера сборной Украины по футболу будет названо в середине июля. Об этом сегодня сказал президент Федерации футбола Украины Андрей Павелко. Среди кандидатов звучат фамилии Андрея Шевченко и Мирона Маркевича, который ранее уже возглавлял первую команду страны. Не исключен вариант и с приглашением иностранного тренера. А вот нынешний наставник Михаил Фоменко после провала на Евро подал в отставку. Напомню, наши футболисты проиграли все три матча в группе и не забили даже ни одного гола. Я перед болельщиками несу эту ответственность и искренне, как и футболисты, как и тренерский штаб извиняюсь за такой результат. Я уверен, что мы должны быть сильнее и мы должны выйти из этого сильнее. С подробностями на сегодня все, но не все у меня. Я расстаюсь с вами всего лишь на несколько минут. После небольшой паузы буду приветствовать вас из студии «Черного зеркала». Не пропустите самое популярное политическое ток-шоу Украины ровно в 21.00.